Евангелие Марка И сказали ему, дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую славе твоей. Но Иисус сказал им, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь? Они отвечали, можем. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Отдать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано. И, услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Иисус Христос, отвечая ученикам на вопрос о том, кто должен быть в небе, Он сказал, что крещением, которым я крещусь, вы будете креститься, и пить чашу, которую я пью, будете вы пить». Они говорят, мы ученики говорили, мы будем пить. Они вот так немножко с таким, может быть, внутренним, знаете, возвышением, с таким пиаром, они говорят, да, мы будем пить. Он говорит, будете пить. Братья, чаша служения, она очень непростая. И чаша служения, она часто бывает, ну, если сказать горькой, то это мало сказать. Я сейчас попробую проиллюстрировать на некоторых библейских примерах, как это непросто. Израильский народ выходит из Египта, и когда они вышли из Египта, вы помните все эти обстоятельства, когда они выходят из Египта, очень немаленькое число людей гонится фараон, и вот они уже находятся перед Черным морем, и слух идет, вот фараон гонится, и вот он уже на пути. Вернее, он виден, вот он здесь. И остается буквально несколько минут для того, чтобы, ну, не минут, может быть, какое-то время, там, пусть полчаса, пусть час, там, несколько даже часов для того, чтобы начать движение через Черное море. Моисей вопиет Богу, что мне делать? Он говорит, что ты вопиешь? Давай, начинай идти. И начинается это движение, начинается это движение, народ пошел, ну, вы помните эту всю картину. Переходят они на ту сторону, погибает фараон, и народ возликовал. До этого, до этого, буквально вот на том берегу был ропот, были серьезные переживания. Перешли, и ропот поменялся сразу на торжественные песни. Его близкие люди, его родственники, родные по крови, Мариам, Аарон тут. Мы читаем даже песню Мариам, которую она, значит, произнесла вот в этот момент, торжественную песню, о том, как Бог удивительно все совершил. Прошло немножко времени, они зашли в пустыню, и вдруг Мариам с Аароном вместе начинают упрекать Моисея за его, за поступок, к которому Моисей имел отношение, еще будучи в Египте. Братья, как вы думаете, это сладкая чаша была? Если перевести на наш современный язык, то это приблизительно будет так. А ты в мире помнишь, кем был? А вот это и вот это делал, ты помнишь? Хорошо, если в мире. А если эта ошибка была вчера? И когда человек хочет служить Богу, и он вчера оступился, сегодня покаялся, осознал свою вину, и хочет идти дальше служить Богу, ему вдруг кто-то, может, вот из рядов, или, допустим, просто кто-то возьмет и так в глаза поставит, а ты помнишь, а вот это у тебя было. Братья, очень сложно тогда вот в этот момент, в этот момент, когда вдруг у тебя вот эта чаша, и этому человеку теперь нужно идти делать что-то доброе, ему нужно послужить, нужно быть у него слугой, и нужно быть у него рабом. Но для того, чтобы это сделать, братья, для этого нужно, конечно, этого человека любить. И очень сильно любить. И причем любить так, чтобы любить больше, чем самого себя. Я, конечно, вы простите, что я говорю, что больше самого себя. Я не хочу там утверждать какие-то истины, которые, может быть, даже, ну просто где-то, может быть, на моих личных там чувствах, где-то вот, ну, будем говорить так. Наболевшая. Не то, что наболевшая, что у меня было, а в плане того, что вот говоря об этом, как бы затмить ивангельскую истину, что я должен ближнего любить, как самого себя. А тут говорю, больше нужно любить. Братья, ну тогда, когда нужно отдавать жизнь за кого-то, то нужно жизнь свою возненавидеть, или, по крайней мере, отдать ее. Не возлюбить ее для того, чтобы другой жил. И поэтому я говорю, что другого в этот момент нужно вот этого человека, который только буквально пять минут назад тебе говорил что-то плохое. В этот момент нужно его любить и быть готовым отдать за него жизнь. Еще в жизни Моисея был один такой удивительный случай, когда было ему очень сложно, и нужно было разбирать многие вопросы в обществе израильском. И когда он не успевал эти вопросы решить, его тесть посоветовал ему, чтобы он мог избрать из числа людей, которые с ним рядом здесь есть, людей, которые были способны решать эти вопросы. Хорошо, и Моисей согласился на это, и помолился, и ему стало намного легче. Но вдруг в израильском обществе произошел неправильный поворот, который был построен на личных каких-то амбициях. Встают несколько человек, а несколько человек это 250 именитых начальники в обществе израильском. И вдруг заявляют Моисею, говорят, полно все святы. Вы никогда не задумывались над этими словами? Ну слово полно означает все, достаточно, наполнилось уже все, терпение наше вот закончилось. Сколько можно тебя терпеть? Живешь ты в шатре за станом? Все люди идут к тебе, и к нам ходят люди? Что только ты один святой человек? И ты только один знаешь, как нужно куда идти, что нужно говорить и как нужно делать? Вы помните, чем закончилась эта история? На страницах Евангелия мы читаем с вами в послании Иуды о том, чтобы мы с вами не ходили путем Корея, Дафана и Аверона. Братья, но сегодня мы можем услышать, когда вдруг кто-то, вот человеку, который служит, а иногда даже служителям, кто-то может подняться и говорить, слушай, даже чуть ли не на ты переходят, слушай, что ты здесь делаешь? Да мы без тебя справимся. Говорят, седовласы. Иногда братья говорят, вот не молодые, а говорят, имея какой-то опыт, даже, знаете, вот, может быть, какие-то поручения в церкви у человека есть, а он с дерзостью может это сказать. А человеку, который служит, ему нужно держать вот эту чашу и завтра, завтра идти к этому человеку. Мне вспоминается один пример из одного служителя, после одного членского, такого очень тяжелого и напряженного, когда он свой адрес услышал, много непристойного такого, ну, не то, что непристойного, такого невежественного со стороны вот людей, которые способны были что-то делать и делали, ну, посчитали, что они уже, они могут больше делать, они понимают в каких-то вопросах больше. Мы сегодня с вами слышали о том, что служитель может быть, ну, не всегда хорошим быть организатором, но у него есть ведение от Бога, и Бог иногда в наших рядах именно таких служителей держит для того, чтобы мы могли научиться ведению, то есть как понимать Бога. Бог знает, как вопросы решать, но Бог хотел бы, чтобы мы научились какому-то терпению, снисхождению, и даже не только молодых, к молодым с ним сходить, но и пожилых тоже уметь уважать, тогда, когда у них, может, что-то не получается. Так вот, у этого брата случилась такая серьезная одна обстановка, ему высказали очень некрасивые вещи, и буквально этот человек, придя домой, обнаружил, что, ну, придя домой, буквально через несколько часов, у его детей случилось пищевое отравление, очень серьезное пищевое отравление, и нужно было решать как-то проблему. Скорую звонить, бензина нет. Мы приедем через час. Дети лежат, там сколько их там малых, они все лежат уже зеленые, у них рвота, они не знают, как вопросы решить, жена в бессиле, и этот человек стоит. Что делать? Она говорит, звони пресвитеру. А он, как звонить? Ну, как, звони пресвитеру, он же должен прийти. Ему ничего не оставалось делать, как звонить пресвитеру. Потом этот служитель рассказывает, когда, говорит, звонок вот этот прозвенел, и я вдруг, говорит, понял. Я же ему, Господи, просил его, помилуй его, дай ему милость, чтобы он был, ну, чтобы он понял, что он не так все делает. И, говорит, для меня это было понятно, что Бог, как мостик такой накладывает к его сердцу, чтобы можно было к нему, значит, достучаться каким-то образом. Этот служитель на велосипед, пожилой ночью, и на этом велосипеде туда, в этот дом, приехал, помолился над детьми, хотя, говорит, по правилам надо было с ними сначала побеседовать, а потом молиться над детьми. Ну, говорит, я помолился над детьми. А потом, говорит, побеседовали с ними. Пока мы беседовали, говорит, жена уже спохватилась, уже два часа идет беседа, спохватилась, что-то мои дети там, ну, тихонько сильно себя ведут, то сложности были какие-то. Говорит, пойду посмотрю. Все спят, все спокойно, румянец на щеке, это уже желтые были. И этот служитель рассказывает, я так благодарен Богу, что Бог может налаживать вот эти отношения. Братья, я хотел бы обратиться к нам сегодня. Мы должны обязательно понимать, что мы имеем дело с великим Богом. И чаша служения ближним, она очень горькая, и я бы хотел попросить вас, не добавляйте туда горечи. Почему? Потому что иногда бывает так, что Бог дает попробовать эту чашу. Какая она? Христос говорил о том, что мы будем с вами и креститься тем же крещением, которым крестился Иисус. Когда Христос пришел сюда и входил в воду, Он сказал Иоанну, что нужно исполнить, нам надлежит исполнить всякую правду. Крещение Иисуса, оно заключалось не только в видимой форме, но и в том, будем говорить, внутреннем потенциале, который Иисус Христос хотел бы передать каждому из нас. Входя в воду, Иисус Христос входил в служение. И, братья, Он зашел в служение не по щиколотку, не по колено и не по пояс. Иисус Христос полностью вошел в служение. Однажды, мы с вами читаем и пророка Иезекииля такую удивительную картину, когда подвел Господь его, помните, к храму, и когда текла река из-под храма. И когда повел его ангел, он завел его в реку и говорит сначала так, завел, потом так, так, и потом уже, когда завел, что уже нужно было плыть, для нас мы понимаем, что это та река благословений, и то направленность служения, в которую Бог обычно вводит человека. Он сначала вводит человека, ну, может быть, какой-то частью, а потом вводит до такого момента, что нужно плыть в этом течении. То есть ты уже связан с служением, и ты совсем не связан ни с чем земным, ты оторван от земли совершенно. Иисус сразу пошел. Он не стал заходить частями, Он сразу пошел в служение. И Он говорит, крещением, которым я крещусь, вы будете креститься. Но вы знаете, дорогие друзья, для того, чтобы зайти туда в воду, для этого нужно быть решительным, в каком плане, забыть о себе. Часто очень так бывает, когда объявляют церкви, нужно потрудиться, кого-то посетить. Первый вопрос у меня внутри. Смогу ли я? И передо мной сразу задачи, которые я должен решить. Понятно, что работа, занятость, понятно, что семья, понятно, что нужно что-то сделать, с кем-то побеседовать, кто-то болен, кого-то еще, что-то еще нужно сделать. Но кто пойдет для нас? Кто пойдет для нас? Бог сегодня задает вопрос. Ты готов сегодня войти вот в эту реку? Ты готов зайти вот и погрузиться вот в этот поток? А для этого нужно забыть о себе. Однажды на одной из пресс-фитерских конференций я услышал такой пример. Он говорит, как только нужно ехать на служение, вдруг, говорит, заболела жена. Вот заболела, лежит температура, все, ну куда ты поедешь? Билеты на руках, уже надо ехать, скорую вызывать. Ну что делать? Говорит, помолился, Господи, ты видишь, нужно ехать на служение. Я, говорит, поехал на служение, буквально, говорит, отъехал от дома, может километров сто. Звоню домой, как у тебя дела? Все нормально, я уже на ногах. Как искушение, говорит, какое-то, вот как только нужно куда-то натрут, обязательно горы проблем, которые нужно решать, нужно куда-то бежать, что-то нужно делать в любую сторону, но только не в сторону служения. Братья, это закономерность духовной жизни, это борьба. И здесь нужно уметь жизнь свою ложить на алтарь. Если положишь жизнь свою на алтарь, благословения будут. Не положишь, будешь собирать капли. Мы сегодня говорим о том, что вот у кого-то там какие-то дарования, тот может хорошо проповедовать, тот может еще там что-то делать. Братья, мы когда с вами читаем послание Иакова, мы читаем об Илье такие слова. Илия был человек, подобный нам. Это значит, что и мы такие же. Но это не значит, сегодня Иисус не предъявляет нам каких-то требований. Но, братья мои, когда Христос придет, Он говорит такое слово, найдет ли веру на земле? И вот здесь я должен задать себе вопрос, как у меня с этими обстоятельствами? Братья, я думаю так, что человек, который хочет познать то, что хочет Господь в нашей жизни увидеть, если я не возьму вот этой чаши, если я не буду креститься вот этим крещением, которое Иисус предлагает, если я не буду связан со служением в церкви, как ни жалко, но приходится констатировать то, что есть. Послание Иуда говорит так, это люди, которые дважды умершие, облака ветром носимые. А Бог хотел бы сегодня иметь с нами дело, с каждым из нас. И каждый из нас в потенциале это Сын Его, у которого Бог, у которого для Бога все есть. Не дарует ли нам и всего, говорит Писание. Братья, Бог нам хочет все дать. И поэтому пусть благословит нас Господь, братья, чтобы вот то, что сделал Иисус, для чего Он пришел, Он сегодня приглашает тебя и меня на этот путь, чтобы мы с тобой взяли чашу, чтобы мы с тобой крестились этим крещением, которым Он крестился, для того, чтобы служить, служить ближним. А как мы уже сегодня слышали, служа ближним, мы служим и Богу. Даже если нас не будут понимать, даже если будут кивать нашу сторону головой, или крутить даже, может быть, пальцем около виска, может быть, еще что-то скажут. Братья, не обращать на это внимание, положить жизнь свою на алтарь, для того, чтобы служить Богу. И Бог удивительное совершит. Вот с таким намерением я хотел бы предложить вам и помолиться, братья, чтобы нам взвесили все наши возможности, то, что Бог нам дает и наш потенциал, то, что Бог говорит сегодня нашему сердцу и говорил, чтобы сказать об этом Богу, помолиться Богу и сказать Богу открыто, в коротких молитвах, что у нас есть на сердце. И Бог обязательно благословит, и Он будет с нами до скончания века. Аминь. Помолимся.